ну посмотрите какая красота просто сказка я не знаю вот блин я реально тащусь зимняя природа это просто нечто что-то такое первобытное первозданное девственное почему-то вспоминается рассказ жека лондона зов предков или это диккенс не лондон забыл уже но не суть самом деле меня ждет уже здесь товарищ он где-то тут в тумане ищет окуня надеюсь что он уже нашел товарищ общаюсь уже с ним год по интернету и ни разу еще не виделся вживую заодно и познакомлюсь сейчас привет кося кстати почти угадал вот там вот место я это узнаю но опять же это место такое она осенние как она сейчас может вообще никак а там чтобы да ну примерно как и здесь но в основном вот вся раздача вот там буквально вообще туда да да ну сейчас же опять сейчас чертю дел может быть ни одной поклевки баланс и блесна на балансе на это же начинает ловлю буду самого маленького балансера это рапала не знаю как там она точно называется в общем самый маленький что у них есть окуни моих краях не супер гиганты так что самый раз ему будет и насчет удочки вы мне писали в комментариях что она слишком мягковато для балансеров и скорее всего вы правы потому что и вот с димой смельниковым поговорил который меня консультирует мой подписчик консультирует меня по зиме чтоб не совсем на видео не было стыдно появляться и он тоже сам поэкспериментировал и говорит что такие слишком мягкий кивок кивер тип надо более жесткий что сейчас я вот побалуюсь еще и следующий раз уже заменю на что-то более жестко самом деле просто еще хочется поэкспериментировать и из блесны мне кажется именно вот этот мягкий кивер будет отлично работать в общем суть до дела попробовали там еще полчасика и перебрались димы на другой пруд тогда это я с камерой общаюсь сейчас будем пробовать здесь покажу палатки стоят уже народ более серьезно может быть и пруд более перспективный пока полная тишина сейчас буду балансир менять на блесенки дима ловит на балансир и я в противовес буду пробовать блесну ну соответственно буду дальше двигаться но погода сегодня сказочная ветра нет никакого вообще тишина просто не знаю просто быть на природе одно удовольствие работал флажок загорелся сорвалась не щука меня и жерлица сработала на щуку жне или на кого это водила прям чувствую себя дилетант красивые жерлицы водила честно первый раз слышу жерлицы на карася были карась клюнул до ел и пал это на плавный намек что надо с хищником завязывать и начинать ловить карася ну что можете меня поздравить наконец-то у меня зимний сезон открыт рыбы продает карась но тем не менее все честно пойман пора на на правда завершать с хищником и ехать на мирную рыбу но тем не менее в общем я на самом деле рад особенно обрыбил свою новую удочку который интересно было тянуть как на настоящий спиннинг она в дугу гнется даже от такой маленькой рыбки но все ходится конечно окуня да ладно буду еще пробовать мне кажется он клюнул потому что я начал блесной играть не классическим образом не подбросами а просто начал так вот на месте и пошатывать и в этот момент произошла поклевка я думаю что это наверное сыграла свою роль блин чертика что ли попробовать точно сейчас пойду попробую чертик здесь карась то ничего себе еще одна поклевка взял чертика будет дело сейчас карася на луплю ну ты конечно мечтаю но тем не менее чертик не сработал иду дальше буду опять весной пробовать или балансиром сейчас кто видел как я им пытался ловить я правильно сейчас делаю или нет кому интересно ловлю вот на такую блесенку еще в том году она меня порадовала название честно говоря не помню фирма кажется ку и кажется тогда название даже не представляет вот загорелся еще один флажок ложная тревога оказалось когда это и все жерлицы которые здесь и не знаю дофига конечно они все науку не стоят и вы видите и клев бешеный флажки загораются одни за одним блин обидно не везет не клевом никак я не попадаю на нормальную зимнюю рыбалку чтоб хоть как-то почувствовать как это бывает безудержный клев окуня зимой это столько мечтать наверное все дела перепаде температуры решил передохнуть немножко чая попить пить облился чаем блин уже второй раз забываю проверить крышку как-то так на автомате откручиваю их и все все на меня хорошо что взял запасные перчатки ну так вроде не промок в общем комментарии какие до особо их нет так-то вроде все отлично погода отличная настроение отличное рыба только не клюет мне кажется сегодня она нифига не клюнет я правда не сильно от этого расстроюсь не тем не менее чтобы такой бы погоде еще на дубасить окуня было вообще здорово ски ну наверное тут всегда так чем хуже погода тем лучше рыбе и соответственно хуже рыбаку почаевничал иду дальше сейчас попытаю еще где-то здесь вот в тех корягах счастья и наверно буду уже двигаться потому что да сегодня не клёвый день еще один не клёвый день еще одна поимка я за снимаю себя коптером и вот такую рыбеху словит оп ну а здесь какая-то рыба стоит ты и удачно зашел пилки попки не могу понять цепилась но была сейчас поклевка еще одна или это просто здесь стая рыбы сейчас буду проверять вот тебе и рыба ёлы-палы это кто ого ребята что-то хорошее блин а чё я по привычке тянуто этим вот это да вот это да вы видели кажется я обновил свой рекорд по окуню офигеть офигеть вот это да я не знаю сколько здесь весов я не взял блин это просто фантастика вот эта рыбалка вот эта рыба до дубную я обновил свой рекорд по окуню хотя конечно акуни трудно так сказать у меня рекорд 980 грамм кажется не дотянул чуть-чуть мой до килограмма ёлы-палы я без весов вот обидно посмотрите вот это барбос не знаю конечно первые эмоции у меня уже схлынули но думаю все таки это грамм 750 наверное вот так до килограмма вряд ли он дотянет хотя конечно может быть и больше не знаю сейчас пойду искать весы может быть все таки я их где-то припрятал так ну что пробую поймать следующего вообще конечно и неправильно делаю по той причине что окунь рыба стайная надо сначала ловить они заниматься ерундой со съемками вот еще что-то ну ты удочка оказалось что ничего страшного в этом нету нормально все подсекается так что наверно не буду я пока менять кивок и вертипом другой по еще одна рыба ну теперь такого размера но тем не менее тем не менее приходит уже некоторая уверенность хотя какая хоть какая-нибудь и выходит что это удочку меня на получилось не для балансеров а для блесен хотя надо баланс попробовать может быть на него сейчас будет результат да сейчас пробегусь по лункам и попробую поставить балансер вот она счастливая лунка я попробовать решил балансир но неймовский балансир точнее это у него наверно есть просто я не знаю потому что он достался мне в коллекции других просто кучей все время купил когда-то и сейчас в общем он будут балансируем ловист я на него уже окуня поймал достаточно может быть сейчас с ним не повезет опять но мне кажется просто стая малька которая здесь стояла который малек один подбагрился мне она просто ушла и за этой за этой стаи ушел и окунь то есть я как всегда прогребал со своими съемками надо было сначала ловить а потом уже снимать но ничего не могу с собой поделать но буду бороться кстати я реально сейчас оценил преимущество цветной лески она прям таки на солнце горит огнем каким-то то есть ее видно вообще просто даже не только то что на снегу лежит а просто видно выдувается она не выдувается ну как себя ведет и это очень важно на мой взгляд потому что обычные бесцветные лески вообще информации никакой нет особенно когда пасмурная погода даже не видишь где она вот тут зацепилась если она зацепилась она обязательно зацепиться так что цветные лески прямо-таки не очень очень понравились это я использую от бальсакс знаю вообще кто-то еще производит цветные или нет но у меня от бальсакс фирмы есть видео про мои зимние удочки пролезки этом все рассказывал какие у меня этой зимой будут кому интересно если не забуду дам ссылку все клев закончился буду собираться домой но блин сколько вот реально получил удовольствие всего лишь кажется одна рыба одна поклевка ну такого такая большая и в общем-то не передать наверное это не на видео никак но надеюсь те кто посмотрит мое видео как-то зарядится моими положительными эмоциями на самом деле я за таким вот большим оконем гонялся все лето и не догнал до ловил там 350 400 наверно но вот именно такого размера специально выезжал летом это коряги там болото ничего а тут зимой в общем вы поняли счастье у меня полные штаны спасибо что посмотрели до скорых встреч не забудьте поставить лайк и подписаться пока субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok